Здорово, это Шамшурин, и это видео о том, какую самую большую ошибку делают мужчины в отношениях с женщинами, даже в самом начале отношений. Ко мне часто приходят мужчины на консультации с различными вопросами, касающимися общения с женщинами. Либо у них уже есть женщины, и они живут с ней какое-то время, либо они еще и найти ее не могут, потому что для многих даже это проблема. И я с радостью помогаю им на всех стадиях, которые только могут быть в отношениях с женщинами. Но я всем им почти задаю один и тот же вопрос, который почему-то к удивлению для меня и для них приводит их в какой-то просто ступор и замешательство. Когда я начинаю спрашивать, а зачем тебе эти отношения? А для чего тебе именно с этой женщиной отношения? А вообще почему ты хочешь этих отношений? Как ты видишь себе эти отношения? Что в них должно быть? Как ты себе их представлял? И они начинают тупить и думать, и как правило отвечают следующие вещи, но с этой девушкой, потому что она красивая, или потому что она мне нравится внешне. Она красиво умеет разговаривать. Мне с ней всегда интересно, никогда не бывает скучно. Она нравится моим друзьям, у меня с ней классный секс, и разве этого недостаточно? Нет, этого недостаточно. И это все говорит только о том, что эти мужчины делают одну и ту же фатальную гигантскую ошибку, которая приводит потом к катастрофическим последствиям в дальнейшем. Они не понимают, для чего им эти отношения, что они хотят от отношений, как они себе видят эти отношения. И самое главное, что там быть не должно, что они не приемлят, чего они точно не хотят видеть в отношениях с женщиной. И об этом, безусловно, нужно думать только заранее. Даже если у тебя сейчас нет девушки, ты обязательно должен сесть и подумать, потому что отношения с какой-то либо женщиной могут развиваться настолько стремительно, что вчера еще у тебя, не знаю, единственная женщина, которая была тебе доступна, это был какой-то там сайт с каким-нибудь интересным названием, а сегодня уже ты живешь с какой-нибудь дамой, там, не знаю, у вас еще и собака есть. Это такая очень быстрая во времени ситуация. Если ты не подумаешь об этом заранее, это может как минимум привести к тому, что ты рискуешь вступить в отношения и привыкнуть к женщине, и вступить в отношения с женщиной, которая совершенно не подходит для этого по каким-то морально-этическим качествам, по своему отношению к тебе, по поведению по отношению к тебе и по каким-то еще нюансам. А ты уже там, а сбежать оттуда гораздо сложнее бывает, чем не наделать ошибок в самом начале. А самое печальное, что мужчины по причине отсутствия выбора чаще всего заранее уже понимают, что меня эта женщина в чем-то не устраивает. То есть я уже точно вижу какие-то моменты, чувствую, что, блин, здесь что-то мне не нравится ее отношение ко мне, ее поведение и так далее. Но они вступают осознанно, несмотря на это, вопреки этому с ней в отношения. Некоторые из них надеются, что девушка изменится. Я сейчас буду к ней хорошо относиться, и вот все-таки она как-то поменяется в лучшую сторону. Но не меняются люди. Люди меняются только тогда, когда им очень сильно этого нужно. Но если ей не нужно, у нее нет для этого стимулов, она точно меняться не будет. Забудь об этом. Некоторые думают, что, ну, в принципе, в целом зато другие вещи какие-то меня устраивают. А некоторые вообще говорят страшные. Они говорят, лучше уж как бы такая женщина, чем вообще быть одному. И для меня это просто взрыв мозга. Я не знаю, как, в принципе, это приходит вам в голову. Да, некоторые думают, ну ладно, в принципе, расстаться будет легко. Если мне что-то не понравится, я уйду. А потом по истечению какого-то времени происходит следующее. Привычка, привязанность, какие-то взаимные обязательства, возможно, что-то еще. Манипуляции со стороны женщин, которые умеют мастерски этими манипуляциями владеть. И в итоге ты и рад бы уйти, но уйти не можешь. И с этим я сталкиваюсь повсеместно. Есть определенный процент мужчин, которые живут с такими женщинами, строят с ними отношения, вступают осознанно с ними в отношения. Понимая, что нам не нравятся вот эти вот вещи. Но смотрят на своих друзей, на свое окружение, на своих каких-то знакомых, на своих родителей. Понимая, что у всех то же самое. Да еще и слушают их. А они говорят, слушай, да расслабься, они все такие. И ты думаешь, что, блин, это нормально. И для многих из этих мужчин семейная жизнь и вообще отношения ассоциируются с каким-то адом. С какой-то херней, когда тебе выносят мозг, когда тебя не уважают, когда ты под каблуком, когда ограничивают твои права и свободы. И много-много-много чего еще. Но ты кто в это подписался? Ты сам. И никто, кроме тебя, туда не вписывался. А некоторые все-таки набираются сил и потом разбегаются. Ну а разбегаются они по истечении времени. Возможно, они наделали кучу ошибок. Например, они создали семью, родили ребенка. И когда вы разбегаетесь по причине, якобы не сошлись характерами, такая формулировка, вы что делаете? Вы создаете еще одну неполноценную семью. И плюс самое главное, вы тратите 5-10 лет собственной жизни. Если вы думаете, что вы собираетесь жить вечно, вы ни хрена не правы, ребята. Никто, кроме вас, эту ошибку не совершал. И поэтому вы лично виноваты в том, что вы уже просрали несколько лет своей жизни. А бывают еще пострашнее ситуации, когда придя в барбершоп через какое-то время, через несколько лет таких отношений, однажды пойдя постричься, ты приходишь и слышишь от барбера, парикмахера и так далее. Он такой раз и говорит, слушайте, а у вас здесь рога. И самое страшное, что эту ошибку совершает 95% мужчин. Я даже больше, чем уверен, что ты сейчас, смотря это видео, понимаешь, где и когда, и с кем, и вспоминаешь, что ты тоже наступил на эти же грабли, ты тоже совершил такую же ошибку. И сейчас ты сидишь и думаешь, блин, я четко ощущаю на себя последствия той ошибки, когда я раньше не подумал своей головой. Хотя это было так просто и легко. Однажды ко мне пришел очередной клиент. Вернее, как пришел? Его привел его товарищ, который ранее у меня уже проходил обучение. История была следующая. Он познакомился некоторое время назад с девушкой. Все вот прям вот она была такая классная, яркая, эмоциональная такая какая-то, горячая, страстная. То есть он сказал, что, блин, безумный был секс. Просто это закружило мне голову настолько, что я там потерял голову и так далее. Но еще тогда, в самом начале их общения, его друзья говорили ему, слушай, а тебя не смущает, что она очень грубо и жестко с тобой разговаривает? Что она прям буквально неуважительно, чуть ли не матом с тобой иногда разговаривает? Он говорит, да, конечно, мне это не нравится. Они говорят, слушай, ну как вообще такое можно позволять? Он говорит, да это фигня. Я не собираюсь с ней никаких отношений строить. Все это ненадолго. Все это так, сейчас погуляем с ней. Вот так вот офигенно заниматься сексом. А это все так, пустяки, я ее скоро брошу. И что вы думаете, через два месяца эта женщина уже жила у него дома. Он ее к себе перевез. Не она проникла через окно, там на восьмом этаже залезла. Он сам собственноручно ее туда перевез. А ко мне он попал через четыре года этих, прости господи, отношений. И представь себе, что если она вначале себе такое позволяла, что же было, чего я наслушался от этого человека, когда он ко мне пришел, что с ним случилось за четыре года? Первая мысль, которая пришла ко мне в голову, мужика надо спасать. И к счастью, мы смогли его выручить и спасти. Но представляешь, никто кроме него, даже слыша от своих друзей советы, не виноват в этой ситуации. Только он сделал эту ошибку. Он думал, что ну ладно, я ж могу быстренько убежать от этого. А убежать он не мог, потому что привык, потому что та женщина была довольно таки сильным манипулятором. А он такой достаточно мягкий, добрый человек, которым достаточно легко управлять. Ну, скажем так, очень комфортный, внушаемый. Плюс еще эта женщина знала о нем очень много информации, и коммерческой, и какой-то еще, которую он сам же собственноручно ей рассказал. И она его немножечко припугивала, говоря, что если ты от меня уйдешь, или бросишь меня, эту информацию узнают те, кто ее знать не должен. А сколько таких мужчин живет и терпит? И даже если сейчас у тебя нет женщины, но ты как бы в дальнейшем ее когда-то себе найдешь, и ты хочешь создать семью, ты обязательно должен уже сейчас на этой стадии задуматься, для чего тебе отношения, как ты себе их видишь, чего ты не допускаешь и не приемлешь, и никогда не будешь терпеть, если ты увидишь эти проявления в какой-то женщине, вот так вот просто и бежать оттуда. Есть определенная структура, на что нужно обратить внимание. Один вопрос, где были твои, если говорить про этого клиента, его глаза, уши и другие органы чувств, когда он все это видел в самом начале, но добровольно, еще раз говорю, никто не заставлял его, не подумав о последствиях, а это самое важное, подумать о последствиях, пошел в эти отношения с этой женщиной. Женщины, они достаточно интересные существа. Я не скажу, что они виноваты во всем вселенском, на каком-то мировом кризисе, но некоторые из них такие, что с ними нужно держать ухо востро. Как можно было это, скажем так, проигнорировать, я вообще не понимаю. Это всего лишь один пункт, и он далеко не самый важный, на который нужно было обратить внимание в его случае. Это говорит о неуважении к своему мужчине. В принципе, наверное, неспособности уважать мужчин, но это ее уже психологические проблемы. И таких пунктов очень много, но, как правило, они все очевидны, они лежат на поверхности. И я удивляюсь слепости и глупости мужчин, которые отказываются это видеть. То есть они ползут по какому-то темному коридору, там какашки, я не знаю, паутина, гвозди, они об это царапаются, наступают рукой куда-то не туда, и им говорят, не надо, не надо. И там чем больше они туда ползут, там не свет в конце тоннеля, а там все больше и больше смердит оттуда и пахнет. И он все равно туда ползет, туда вот чем-то влекомый. И когда ему говоришь, развернись, не надо, он говорит, ну как не надо? Я почему-то туда ползу. Вот и приполз в итоге. И для того, чтобы ты в итоге не приполз, я приглашаю тебя на тренинг про отношения, в котором мы будем много и долго разбирать те моменты, на что нужно обращать внимание при выборе женщины, как себя нужно позиционировать, как нужно пресекать какие-то вещи, которые тебе сразу не нравятся, и понимать, готова ли женщина меняться ради того, чтобы быть с тобой или нет. Там мы поговорим о выборе женщины, там мы поговорим о том, как не стать каблуком, как не утерять свою позицию сверху в отношениях, как ее приобрести для начала, как сделать так, чтобы женщина боялась тебя потерять, действительно, по-настоящему тебя ценила и уважала, а о многом-многом другом. Мы разберем лично твои ситуации, поможем тебе, если ты уже наделал какие-то ошибки и не можешь сам самостоятельно выпутаться. Если у тебя даже нет еще никакой претендентки для отношений, то информация, которую ты там получишь, она очень положительным образом скажется на том, как ты будешь себя позиционировать с женщинами при знакомстве. Я все эти годы рассказывал про позицию сверху, этот тренинг просто прошит этой адекватной, правильной позиции сверху, той, которая должна быть у мужчины по отношению к себе, к миру, к женщинам, то есть сделать так, чтобы женщина тебя уважала. Регистрация, бронь, место под этим видео по ссылке. Увидимся, это был Шамшурин, пока!